И снова я вас приветствую, товарищи зрители, в очередной серии рубрики жалобы в НКВД War Thunder. И прямо сходу мы с вами обращаем внимание на читера. Вот с таким вот интересным ником, который, как обычно, написан непонятно на каком языке, но это вроде как китайский, упрощённый, как показывает гугл-переводчик, и тут написано «Добрый и игривый номер 13» из клана R3RUS. И данный чел подозревается в использовании читов, а именно ВХ. И сейчас мы с вами посмотрим, правда ли это или челикам, как обычно, показалось. А может быть и не как обычно. В общем, давайте смотреть, как он... О, уже первые выстрелы через кусты идут, да? Довольно интересно. Окей, смотрите, он ровно... Ну, он прям ровно на челиков нацеливается, смотрите. Так, тамочку... Ну, тут вроде бы её типа видно было, когда он с тамкой воевал. Но... Вот это вот странно, смотрите, как он ведёт его. А теперь давайте посмотрим ради интереса на выстрел. Как он у нас произошёл? Куда летит снаряд? То есть летит, 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 летит. Вот так вот, да. Тут у нас кусты. Потом у нас тут ещё немножечко такая... Опа, он в него попал. То есть он вот простреливает через куст, через второй куст, через третий куст, через четвёртый куст. И попадает ровно Лёпику в башню. Окей. Предположим, ему повезло, он выстрелил по засвету. Правда, он так жёстко и палевно его ведёт через кусты. Так, вот этот, смотрите, переключился на левого чела на тамку. Которая, кстати, если вы посмотрите на карту, она не подсвечена. Но он знает, где он стоит. Причём ровно в него, смотрите, целится. То есть вот сенсоры, если включить, мы ничего не видим. Вообще ноль информации. Он чисто бьёт в маркер. Причём... Причём он его завалил. О боже. Давайте посмотрим, как пролетел снаряд. Раз дерево, два, три дерева кусты, четыре дерева, пять. Ещё куст, ещё куст, ещё куст, ещё куст. Потом, смотрите, прям понизу прилетает. Бьёт, по-моему, даже рикошетом от земли. Пролетает через все-все-все заборчики. И прямо ровно в тамку. Очень, очень интересный молодой человек. Наверное, он даже обладает каким-то даром предвидения. Потому что я другого варианта, кроме как использования читов, больше и не вижу. Далее он продолжает ехать в сторону точки А. Он, по сути, абсолютно всех видит. Причём на них прям мышку наводит и так далее. Посмотрим, что будет дальше. Так, смотрите. Очередное прицеливание на несосвещенного противника. На карте его нет. Пощоль, пощоль, пощоль. Выстрел через кусты, через землю, через кусты, кусты, кусты. О, вот так вот даже, да? То есть ещё через землю. Тут ещё земля. Всё ещё, ещё земля. И он в итоге попадает в Лёпика. Потом он видит, явно видит, где он стоит. Кидает ещё раз. В этот раз не попал, потому что лох. Совсем лох. Даже с ВХ не может попасть нормально. И следующим выстрелом уже добивает его. В него, кстати, тоже кто-то попал. Он опять видит людей, которые с респауна едут, как я понимаю. Он встаёт рядом с точкой. Смотри, он прям даже не знает, кого взять в прицел. Опять пытается вести через землю челика. Ну, тут всё понятно. Чел даже не знает, как стрелять в танки. Надо, как минимум, было в переднюю часть Лёпика стрелять, а не в середину ровно. Далее он выцеливает гепарда. Забивает на него. Замечает КПЗ-ху. Понимает, что выстрелить в него не может. Знает, что тут вот рядышком там два АИПи стоит. Кстати, опять же, обратите внимание на карту. Она не засвечена. Прямо через стену его засветил. Нормально. Прямо вот так вот через кусты. Да-да-да-да. Молодец какой. Ой, какой молодец. Сразу видно, чел просто максимальную эффективность имеет. Просто на скелет чистого увозит определённо. Опять уничтожает противника через кусты. Селится опять через кусты. Смотрите, попытка выстрела была через что сейчас? Куст, земля. Прямо причём вот прям вот в миллиметрах над землёй пролетают снаряды. Опять попадает в землю. Опять кусты. И вот ровно здесь стоит КПЗ-ха. Просто тут холм помешал выстрелить. Нормально. То есть, если бы не было вот этой вот неровности, он бы в него попал. Боже, какой он тупой. М48-го палит. Прямо вот через землю целится. Опять прицеливается через кусты через землю. Всё нормально. Всё окей. М48-го, смотрите, ведёт выстрел. Куда идёт выстрел? Через все-все-все кусты. Через все-все-все неровности. Но так как здесь был довольно большой холм, естественно, у него снаряд попадает ровно в него. В землю. Как вы видите, траектория полёта снаряда такая, что если бы тут не было холма, он бы ровно попал бы в М48-го. Просто он тупой и решает стрелять прям как есть. Невзирая на то, что там препятствия какие-то имеются. Держит всё время в прицеле. Даже в сторону куда-то не пытается увезти, чтобы не палиться. Ещё один прострел через землю. Интересно, он в курсе, что земля не простреливается. У него вообще какое-то количество IQ имеется, интересно. Тамку всё так же продолжает выцеливать через кусты, через здания. Обратил внимание, что слева ещё кто-то есть. Ну давай, удиви нас, удиви. О боже. Он даже выстрелить нормально не может. Чел, честно, ты настолько рак, что тебе даже читы не помогают. Это просто жесть какая-то. Его ещё и завалили. Челос ВХ. Так, интересно, он взял зенитку. Чё же будет он на зенитке делать? Ну так же будет прицеливаться через всю карту на противника и стрелять по нему, да? Просто... Просто... Без затей. Просто хреначит через все кусты, холмы через всё подряд. Ой, прям в Артёма прицелился. Смотри, опять в Стиму прицеливается. На километра четыреста он его видит через все-все-все кусты. Ровно вот на этого. И на Мамонзо, и на Стимка. Отлично, отлично. Замечательно. Да. Естественно, он забирает зенитку с другого конца карта, которого только что... Вот она. Вот здесь вот он её завалил. Через вот это всё расстояние, через кусты, естественно. Само собой. Смотрите, навесом накидывает по незасвеченному противнику. Всё ещё накидывает навесами. Тут, товарищи, я думаю, что смотреть, в принципе, больше не на что. По-моему, тут очевидное ВХ и дикое его использование. Я думаю, что вот этот вот челик... Кстати говоря, клан R3 Rus. Вы имеете в виду, что вы пригрели читака в себя. Итог. 42-й левел у него. Наград практически нет вообще. То есть это прям вообще нулёвый аккаунт. Судя по всему, чел его создавал специально, чтобы с читами играть. Он даже с читами один код не может иметь. Ёп, твою мать, ребят. Читер с код меньше одного. Я говорил, что как бы современные игроки, они как бы настолько сейчас вот становятся амёбными и беспомощными, что даже читы им, блин, уже не помогают. Прикиньте, насколько это рачила конченая. Боже ж ты мой. Ну чё, ребят, я думаю, здесь промоментный бан. Его никнейм мы будем, естественно, смотреть в табличке следующих забаненных, когда улитки его опубликуют. Своё мнение пишите в комментариях. Может быть, мне показалось, что он читер. На самом деле, это просто скиловик, на которого я нагоняю бодрацию. Ну а мы переходим дальше. Следующий подозреваемый у нас с никнеймом Маверик из клана Алла-43. И снова у нас забаганный повтор без возможности сменить ракурс. Обвиняется он в том, что якобы затем килят союзника специально. Но сейчас мы с вами посмотрим, как это произошло. После некоторого количества времени, уже 7 минут боя и прошло, он там стоял на Т-шке, на центре, точку оборонял. Пытался, во всяком случае, он там просто был один. И его, когда уничтожили, он взял самолёт. И написано, что он затемкилит своего союзника специально. Слушайте, а может и правда специально, смотрите. Три человека на точке, и он в них прицеливается. Как будто бы. Так, и вот вопрос. Нахрена он сбросил бомбу на своих, интересно. Тимкил засчитан. Баверикс завалил Дзета Талоша на джампике. Прям вот целенаправленно, прям разбомбил точку. Вот и как бы всё. Вы тоже всё видели, я думаю, да? И что этого поспособствовало? Что вот у него в мозгу произошло? Какой мыслительный процесс? А, я походу понял. Он в чатике написал, а теперь предупреждаете, когда противники будут окружать меня. То есть он скинул бомбу целенаправленно на толпу своих союзников. Благо он завалил не троих, а всего одного. Из-за того, что его объезжали противники, а они не предупредили. Ну чё, Маверик, я думаю, что ты можешь отправиться в бан за такое поведение. Из-за такие офигительные мыслительные процессы в своей голове. Если оно у тебя, конечно, есть. Так что Маверик тут вполне себе виновен. Он у нас сотого левела, и в танковых боях у него кады 0.79. Вот такой вот интересный чел, который достаточно много времени уже в артандере. Хотя при этом наград у него не особо-то и много. Своим мнением можете поделиться о таком вот кадре в комментариях. А мы переходим дальше. Следующий любитель тесного контакта с другими мужиками. Это Авеста Пакзат из клана Ирон. Он резается на Ил-28 вместе со своим союзником. Обвиняется в том, что он пытался небольшим касанием самолета, ну как бы, привести к тимкилу. Сами знаете, это мы уже миллиард раз видели с вами. Мы включили сейчас взгляд от игрока. И видим, что он подстраивается под своего союзника. Ровно под него. И начинает, как я понимаю, попытку сближения. Самолеты одинаковые, поэтому догоняет он его медленно. Да, специально он его коцает. Точнее, не коцает, а цепляется. Ну и из-за того, что в War Thunder очень классная игра в плане физики, у союзного Ил-28 сразу же ломается крыло. Отрывается нахрен. Ну и, как вы понимаете, Ил-28 союзный уже не жилец. Он просто падает в землю. А наш сегодняшний герой продолжает лететь. Как ни в чем не бывало. Могу предположить, что он сделал это, чтобы не телить базы противника со своими союзниками. Как обычно, жадность сыграла. Ну и, соответственно, Авеста Пакзад отправляется прямиком в зад. Так как он виновен и получит свое наказание от наших модераторов. А мы заодно посмотрим, что у него там по карточке. 65 уровень. Есть чуть-чуть наград, прям совсем немножечко. И КД 0.74. Вот такой вот очень интересный кадр, которому, я думаю, можно спокойненько закидывать жалобу. Жалобу я на него от своего имени тоже отправил. Свое мнение можете написать в комментариях. И, как мы с вами видим, это очень распространенное явление, когда делают, скажем так, тимкил подобным образом. Ну а мы переходим дальше. Не прошло нескольких моментов, как мы снова набрели на читака. У нас с вами подозреваемый с ником ВитТА-ТА или ВитПА. Из клана ДМ-13. Я вам сразу хочу показать его карточку. Обратите внимание, что он 100-й левел. Уже достаточно много играет в War Thunder. Соотношение коды у него 1.34. То есть есть вероятность, что это краденый просто аккаунт. Так что ВитТА, если ты смотришь это видео, зайди посмотри, не потерял ли ты доступ к своему аккаунту. Потому что, не знаю, читерить на таком аккаунте еще с премиумной техникой, но это совсем надо быть отбитым, конченным просто овощем. В общем, смотрите, в чем дело. Он просто начинает целиться по вертолету. У нас, разумеется, немножечко лагивает повтор. Ну, предположим, он его там мог увидеть. Правда, я не знаю, как он его так палит через кусты, через все возможные, которые только есть. Одно дело его просто заметить и так далее. Ну, предположим, он по нему стреляет, окей. Ну да, через кусты, но бывает. Может, у человека наушники за 17 миллионов рублей какие-нибудь, которые подключены через 17 тысяч ламповых усилителей, и, может быть, он даже слышит этот вертолет по звуку и пытается по нему стрелять, беря упреждение через бинокль, пытаясь выстрелить через холм. Но все равно как-то это очень сомнительно. Не кажется ли вам, да? Напишите свое мнение в комментариях, сомнительно ли это или не очень. Все, пытается куда-то выехать, потом забивает куда-то ехать, продолжает смотреть за вертолетом, невзирая на то, что вертолет, по сути, скрыт от его взгляда. Но, опять же, предположим, у него супер-ультра-мега звук из будущего. Может быть, он и правда что-то слышит. В один прекрасный момент становится не его приоритетной целью, потому что по нему начинает уже стрелять наземка в виде второго леопарда, которого он просто выцеливает вот так вот через кусты. Обратите внимание, прям ровно в него. Биноклем он воспользовался только сейчас. А, кстати, да, он стреляет... Подожди, тут реально такая скала есть? А нет, дерево, господи, я думал, что это скала. Ладно, окей, предположим, он просто на шару его завалил. Далее он, конечно, прицеливает вертолет через все кусты, прям чуть ли не с вертухи. Ну, тут совсем странно, да? Он как бы видит этого чела. А вот так вот выглядит это все через показ сенсор. То есть он его никак не может видеть вообще. Но, тем не менее, нормально прицеливается такое, типа, потом... Ну ладно, не буду стрелять, это совсем палевно, да? Потом он что-то смотрит по сторонам, прицеливается через здание. Смотрите, смотрите. Вот тут, по-моему, очевидно не видно леопарда. Но он как-то на него взгляд слишком бросает. Смотрите, сколько здесь деревьев, сколько тут всего. То есть увидеть его вообще никаким образом нельзя было. Но он, тем не менее, прямо прицел на него ставит. Ну, это нормально его. Ему, наверное, снова звук помогает. Говнаабрамс не может опустить орудие. Прицел, выстрел, ваншот. Причем ваншот правильное место в каток. То есть это даже не на шару было. Кстати, леопик был не засвеченный, если что. Едем дальше. Ой, мы опять кого-то увидели через лес и через все остальное. Да даже как такое может быть? Какие-то, по-моему, слишком крутые наушники у чувака. А по-моему, как он видит. Вот, продолжаем наше движение в сторону Пумы. Берем его прицел, да? Вот так вот через кусты, через все, окей. Да, он же знал, что тут стоит Пума. В принципе, не проблема. Кидает на него арту. Продолжает за ним следить. Сейчас типа делает вид, что он его якобы не видит. Оп-па! Потом такой бац, и у него как будто бы автонаведение на Т-90 сработало. Это прям даже странно. Он, кстати, по нему не стреляет, потому что, по-моему, только башня торчит. Он не будет его стрелять вот таким вот образом, как мне кажется. Пытался пристрелить только что через кусты, через землю по тамке. Естественно, ничего не получилось, потому что лошара конченная. С щитами даже играть не умеет. Вот чело автоприцеливание стоит еще, походу. Потому что, ну вот что это было. Давайте посмотрим, через что он выстрелил. Через дерево. Раз, куст. Два, три, четыре. Еще одно дерево. Пять, шесть куст. Еще одно дерево. Семь, восемь кустов. Через восемь кустов, и хрен знает сколько деревьев выстрелил он. ПТ-90. Естественно, знаю, где он находится. Причем, обратите внимание, как двигается камера. То есть чел просто зажимает С, чтобы у него был свободный взгляд. А прицел сам наводится в вражескую технику. А потом он С отжимает. Видите, он отжимает, и прицеливание идет туда, куда надо. Но он настолько конченый и неадекват, что даже ПЗ-35 не смог завалить с ваншота на Абрамсе. Просто стреляет через кусты, и все нормально. Прицеливается в тамку, тоже хорошо, вообще замечательно. Пуму прицеливается, которую, естественно, не видно. Нормально. Нормально. Стреляет через землю, естественно, попасть не может нормально в него. Прекрасно просто, отлично. Выезжает тупо на Лёпика, не знает, куда ему стрелять. Попадает как-то через жопу, и его уничтожают в итоге. Интересно, возьмет ли он второй выезд или нет? Да. Он взял второй выезд в виде самолета, но, судя по очкам, которые остались, он явно не долетает. Ну что, товарищи, мы с вами, по-моему, очевидно увидели очередного конченого читака, который даже не смог увести свою команду к победе. Ребят, читы не помогают в Вартандере. Во-первых, если ты Рачилу конченый, ты даже с читами будешь Рачилой конченым. Во-вторых, для победы твоей команды одного читера не хватит. Вот, и надо как бы взаимодействовать, захватывать точки, противника отбивать с них и так далее. Только это приведет к победе. А все, кто пользуется читами, я вас нахую вертел. Вот, и я надеюсь, что вы все будете забанены нахрен по железу, без возможности зайти в Вартандер. Еще раз, ребят, карточка игрока выглядит вот так, с премиумной техникой, со всеми делами. Возможно, это даже кратенный аккаунт. Естественно, модераторам Вартандера мы передаем данный момент и отправляем дополнительную жалобу с описанием, что Челч и так. Своё мнение по поводу данного конча можете оставлять в комментариях, ну а я иду дальше. Следующая кочерыжка, которая нам попалась, это игрок с ником Glory.ai.ai из клана Хлор. Обвиняется он в целенаправленном Тим Киви без какой-либо причины. По своему союзнику, конечно же. Мы с вами видим, что начало боя, потихонечку самолеты только-только все начали взлетать. Он пристраивается сзади своих и пытался сейчас вот захватить немножечко радаром, после чего пока что еще болт забил на это. Опять пытается захватить радаром зачем-то. Прицеливается в своего союзника. Осматривается по сторонам. Попукивает немножечко с крыльев. Делает какие-то странные пируэты. Делает еще один захват. Ааа, я походу знаю из-за чего. Ему, наверное, никнейм не понравился у чела. Я подозреваю, это тут является основной причиной. Делает выстрел, попадает по Су-17. То есть это уже неоднократно все произошло. Я явно выбрал его в качестве своей жертвы. В чатике он пишет ссори. Хотя делают это явно специально. Ему отвечают вполне заслушанно. Но отвечать так не надо, ребят. Далее он берет в ГСН-ку ракеты. Захватывает свой самолет. Ну и я думаю, мы уже с вами можем предсказать, что же произойдет дальше. Запуск ракеты. Попадание. Сбитие своего союзника. Засчитывается поджог. Засчитывается сбитие полноценное. Глори опять же показывает в чате, что он знает русский язык. Чели конч. Мы с вами в этом убедились. Целенаправленное сбитие своего союзника. Я думаю, что ему можно накидать немножечко жалоб. Жалоба отправлена. И давайте посмотрим. 26-й левел. Абсолютно нулевый аккаунт. Буквально одна какая-то простая награда. Почти 400 боев. В воздушно-херолистичных боях у него КД 0.22. Ну что, Глори, жди бана за свое поведение. Мы это в момент передаем модераторам. Они уже решают, что с тобой сделать. Ну и мы переходим к следующему. Еще один особо одаренный человек. С ником Мега1 из клана КСМЕ. Который обвиняется в том, что он в течение практически 5 минут ранил своего союзника, мешая ему играть. Кстати, это мой соклановец Кайфулыч. Здоровенький тебе. Спасибо, что прислал момент. Ну давайте смотреть, что будет. Так, он тут на простреле. Видарка тоже на простреле. Ну и ему, видимо, не нравится, что Видарка стоит рядом с ним и мешает ему, скажем так, простреливать именно с этого места. И все, что он делает, он просто постоянно в него врезается. Продолжает врезаться, продолжает, продолжает и так далее. Причем, когда Видарка уже перекатывается в другое место, этот дурачок все продолжает ему докапываться. Постоянно его, как бы, подцепляет корпусом, потому что в этот момент как раз у техники из-за кривого взаимодействия между объектами очень жестко дергается прицел. Выстрелить практически невозможно, особенно на дистанцию. Ну и Видарк, соответственно, уезжает в другую сторону. А этот забивает и уезжает по своим делам. Довольно забавно, да, получилось. Тут я прям даже не знаю. Видно, что чел неадекватный. Но в бан его отправлять, наверное, сразу не стоит. Давайте-ка мы ему выпишем, как бы, предупреждение, да. Модераторам-то мы все равно, конечно, дадим жалобу эту. Пускай они уже решают, что с ним делать. Может быть, он это делает далеко не первый раз. И давайте глянем, что у него там по карточке. Сотый левел. То есть чел реально играет давно. 11 600 боев у него наиграно. С КД 1.08. Ну чё, Мега, давай-ка ты в следующий раз не будешь заниматься подобной фигней, чтобы тебе уже бан не прилетел. Но на всякий случай, твой никнейм мы потом поищем в списках забаненных, потому что, мало ли, ты это делаешь не первый раз. Своё мнение оставляйте в комментариях. Мы переходим к следующему моменту. Итак, очередной подозреваемый в Тим Киле, Армагеддон 6-6-L-6-L-6-66 из клана КЗ. И я не знаю, как это связано, но, по-моему, накличка с аниме опять делает маленькие намёки, что что-то здесь будет не так. У нас шестая минута боя. Наш главный герой этого момента взял самолёт и отправился куда? Отправился штурмить на земку. Да, судя по всему, отправился штурмить на земку. Увидел своего союзника. Странно, начал в него целиться, но не выстрелил. Далее он летает, что-то пытается зайти на зенитку. Но пока всё нормально, не знаю. Просто так, куда-то кидает эти самые нары. Просто в лес рандомно. Летает по низам. Уходит от зениток. Вроде пока всё нормально. А, ну, почти нормально. По какой-то непонятной причине он просто заходит в сторону своего союзника и начинает его на армию закидывать. После чего он, естественно, его уничтожает. Челика на деривации союзного. В чатике это всё тоже прописано. Ну, и в этот момент его ещё избивает вражеская гепардина. По нему ещё прилетела пара ракета, и он падает. По-моему, здесь очевидно, что ты целенаправленно это сделал, без случайного запуска. Целился. Ты запустил ракеты и завалил своего. Почему в очередной раз аниме наклеечки приводят к химкилам? Ну, на всякий случай, давайте глянем. Сотый левел у чувака. Наиграло неплохое количество боёв в РБ, и коды у него 0.77. Вот такой вот у нас Армагеддон. Своё мнение и свои предположения. Почему так много аниме неадекватов у нас с вами попадается в наших подборках? Пишите в комментариях. Я отправляю данный момент модераторам, и мы переходим к очередному. И очередной момент в воздушно-технистичных боях. Наш с вами подозреваемый с иероглифами. Вроде как на китайском написано, что его никнейм «Пилот Ас Садового Ковша Ню-Е-Е». Из клана «Кнафи». Обвиняется он в целенаправленном тимкиле своего союзника примерно в начале боя. Давайте глянем, как это всё было. Как обычно, в воспроизведении от взгляда игрока. Включает ГСН ракеты. Постоянно целится на своих союзников. То в одного, то в другого. Ага. И в итоге он ещё и запустил ракету. И левнул из боя. А, тут даже ещё веселее. Обратите внимание, он запустил ракету по союзнику. Успел выйти до того, как ракета попала. Потом ракета, соответственно, попала. Поджигает. Его союзника подожгла. Нанесла ему критические повреждения. Но я думаю, она, скорее всего, да. Оно ещё и засчитало сбитие. Не знаю, если чел хотел выйти из боя просто, то мог бы нажать «Выйти из боя» и всё. И не сбивать своего союзника. Ну, а в данном случае чел целенаправленно затемкил своего. Причём, кстати, есть вероятность того, что система игры, вероятно, не засчитает этот тимкилл в статистику, потому что этот тимкилл, типа, был совершён после того, как чел вышел из самолёта. Есть у меня такое предположение, так что, вероятно, он это делает не первый раз. Краточка игрока. 95-й левел. Всего три награды за советов и всё. У нас практически нигде нет наигрывания боёв, кроме реалистичных. В танковых нет статистики. В воздушные реалистичные. Кстати, неплохие показатели в воздушном РБ. 1,62 у него среднее соотношение. Но, тем не менее, это не даёт ему права сбивать своих союзников просто так и без каких-либо на то причин. Хотя, вообще, в принципе, тимкилл ни с какими причинами не может быть связан. Его просто делать нельзя, чтобы получить бан. Данный момент отправим модератором. Заодно напишем, что он завалил своего. Жалоба отправлена модератором, а мы отправляемся к очередному моменту. Очередной подозреваемый с никнеймом NNGDNXQV5 из клана FSFS. Тут, соответственно, мы можем сделать первое предположение, что все никнеймы в Артандере были заблокированы. И у него получилось выбрать именно только такой. И он обвиняется в том, что сделал тимкилл по своему союзнику. И давайте посмотрим, как это всё было. У нас с вами пятая с половиной минута боя. Он там немножечко послевал технику, взял деривацию. И почему-то он уже несколько раз обратил внимание на союзные вертолёты. Потом он пострелял в Вилкоса, не попал в него, и его уничтожили. Очень интересный челик. Далее он берёт стрелу. Опять разворачивается в сторону своего союзника. Ну, видимо, захватывает его и... Да, он сбивает. В киллчатике написано, сбитие стрелой МИД-4. Снова отсутствие мозгов и неадекватность челика, который просто сбивает своих. И его, кстати, снова уничтожили, что ли? Да, его ещё и Харриер, кстати, вражеский уничтожил. То есть вместо того, чтобы целиться в воздух и искать вражеские самолёты, он сбивает союзный воздух. Замечательный чел. Вообще, я смотрю, он очень классно отыграл. За семь с половиной минут боя, 42 фрага за пять спиртей. Ну, вы сами всё видели, товарищи. Тут был просто так, целенаправленный TeamKills, ничего. Жалобу эту мы отправляем модераторам и посмотрим на карточку. Сотый левел. Да, чел, как ты дожил вообще до этих лет? ИКД 0.69. Капец. Ну, очередной рак, который сбивает своих вместо противника. Ну, а мы переходим, наверное, к заключительному моменту сегодняшнего ролика. Очередной отличившийся у нас челик с ником Бак из клана СВТ-4Ф. И обвиняется он в TeamKills. Причём, вроде как, даже в массовом, якобы. Ну, давайте посмотрим. У нас начало боя. Взлёт. На Фантоме он летит. На Ф-4Ф. Первая минута боя. Только-только все взлетели. Он уже запускает первую ракету. Сразу запускает вторую, третью, четвёртую. Попадает в одного. Поджигает его. Тоже Фантома. Второго он сразу же сбивает. Ну, и первый, наверное, тоже сейчас упадёт. Ну, да. Всё, он уже падает. В землю пошёл. В киллчате у нас уже два сбитых союзника. И челик просто полетел дальше. По своим делам. Типа, как будто бы ничего тут не произошло. Я никого не трогал, ничего не знаю, да? Какой интересный молодой человек. Причём, он, смотрите, штурмит базу. Возможно, он сделал это для того, чтобы ему больше баз досталось. Но, в любом случае, мы с вами видели массовый тимкилл. Целенаправленный. Во время взлёта двоих сразу забрал. Так что, Убак, жди бана. А мы подождём твоего никнейма в списках забаненных. Передаём данный момент модераторам. Заодно посмотрим его карточку игрока. Это у нас сотый левел с довольно большим количеством наград. Дофига боёв отыграно. В танковом РБ у него даже неплохой КД. 1.65. За такое количество боёв это в целом неплохо. И, опять же, могу предположить, что это краденый аккаунт. Так что, Убак, если ты смотришь видос, проверь доступ к своему аккаунту. Возможно, у тебя его спёрли. Ну, а если это ты сам делаешь, ну, жди бана, чел. Как бы, чё тут ещё можно сказать? Тут всё было очевидно. Ну, и своё мнение, я думаю, вы напишите в комментариях. Ну, и на этом мы сегодняшний ролик заканчиваем. Большое вам спасибо, что смотрели. Если вам нравится эта рубрика, не забывайте поддерживать её лайком, подписывайтесь на канал. Напомню вам, что на Boosty есть очень супер-ультра-мега ранний доступ ко всем жалобам НКВД. А также эксклюзивный контент, разные прохождения и так далее. Так что, заглядывайте. Также не забывайте пользоваться моей реферальной ссылкой, чтобы экономить на донатах в War Thunder. Ну, и если вы стали свидетелем или, не дай бог, жертвой подобных неадекватов, то можете по шаблону в описании отсылать мне ваши моменты, и я их буду рассматривать по возможности. Просто их настолько много, что физически я всё отсмотреть не могу. Когда я до вашего момента могу дойти, повтор северный просто не запустится, потому что они, к сожалению, не хранятся бесконечное количество времени на серверах Тундры. Я просто не могу физически справиться с таким огромным наплывом ваших жалоб. Я, честно говоря, даже и не ожидал, что такой, скажем так, фидбэк в таких количествах будет идти ко мне. Учитывая, что у меня канал не особо-то и активный сейчас. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Увидимся с вами в новой части. Всем удачи, счастливо и пока-пока.